Полномочия для служения и условия. Некоторые говорят, что они молились часами за необходимое помазание, но бесполезно. Другие провели недели или месяцы в ожидании Бога, для которого переживание, которым, они думают, сопровождается это крещение, с очень серьезными результатами в поддельной силе, наступающей на них дальше с проявлениями, впоследствии признанными как пришедшими от духов обмана сатаны. Другие получили истинный приток духа, но через невежество и неправильное представление дали место в это же самое время делам злых духов в физической оболочке. Это мы уже обсуждали в ранних главах, и теперь нужно только сформулировать условия в знании полномочий для служения и результатов, которые последуют. Пробужденное чувство нужды. Во-первых, должна быть определенная гарантия, что такое полномочие силы возможно, и нужно глубокое обличение и чувство нужды. Это может прийти к верующему через обнаружение, что он не имеет никакой эффективности в своей жизни и служении, хотя он, возможно, знал в течение лет Святого Духа в его силе пребывания. Особенно чувство потребности может быть остро в недостатке говорения и силе свидетельства о Боге и почти полного отсутствия агрессивной силы против сил тьмы, как отмеченной в ранней церкви. Иногда те, кто таким образом движимы Духом к чувству нужды, которая предшествует большему притоку его силы, отклоняются и летят предпепятствия от нажима других, кто не находится в той же самой стадии духовной жизни и которые говорят, что это полномочие недоступно. Верующий в таком случае должен отложить голоса людей и иметь дело прямо с Богом, уверяя себя, что Бог встретит его пробужденную потребность. Это означает определенные отношения с Богом в том, что, первое, Он даст молящемуся то, что Он считает крещением Святым Духом, и второе, своим собственным способом предоставить своему искупленному свободу высказывания и силу для эффективного служения, которое Он должен иметь для выполнения Его части как члена Христова, тела Христова. Это должны быть отношения с Богом в намерении акте воли, которая не должна откладываться, чтобы не было последующими переживаниями. Это и есть принятие Духа веры на основе Слова Божьего. Христос искупил нас, став проклятием для нас, чтобы мы могли получить обещанного Духа через веру. Как мы видели, нет никакой заповеди данной Церкви после Пятидесятницы, чтобы ждать личного полномочия для служения. Дух Господи сошел на людей в доме Корнилия без какого-либо ожидания, и Он так и будет делать впредь на всякого верующего лично, если Он находится в правильном положении и выполняет условия для Духа Божьего, для наполнения Его Духа Его силой. Ожидание со стороны верующего является действительно терпением, когда Он ожидает Духа Божьего для совершения работы в Нем, которое требует после того, как Он определенно уладил все с Богом для такого полномочия Его Духа. Ожидание состоит из последующей преданной разгрузки обязанностей обычной жизни, из чего Он узнает, что повиновение каждой минуты всей известной воли Божьей необходимо, когда Ему позже дается более определенное служение. Препятствие к крещению Духом В течение этого периода общение веры верующего с Богом должно продолжать быть активным, доверяя Духу Божьему, приготовляющего Его к принятию полномочий, требуемых для Его служения. Опасность теперь состоит в использовании оправдания, чтобы покрывать недостаток силы или удаление от испытания сфер в жизни, которыми Дух Божий имеет дело или даже подавление Духа отвержением послушания Богу, чего Он требует или испугом от некоторых жертв, в которые обернется освобождение Духа ищущего для притока большей меры силы. При начальном принятии Духа необходимо соблюсти все условия в тщательности. Это означало только возрожденный центр человека в воле и сердце, сначала в послушании Богу и, во-вторых, в очищении от любви к греху. Но в наделении силой круг Божьих интересов расширяется. Дух человека должен отделиться от путаницы души и законных вещей, принадлежащих естественному, или душа человек должен быть оставлен так, чтобы он мог стать духовным человеком, управляемым только своим Духом. Он должен удалить каждый след непреклонного Духа, чтобы его Дух мог сотрудничать со Святым Духом и податливостью. Он должен потерять всякую степень непрощающего Духа, чтобы не дать никакого проникновения злым Духом. Когда движимый Святым Духом, он может быть обвиняем в обличении греха или терпеть отвержение ради Христа, и быть освобожденным от узкого понимания Духа, если он должен быть широким каналом для оттока благодатного, животворящего Духа Божьего. Кроме того, человек, который идет, ищет наделение силой, должен желать, чтобы Дух Божий полностью разобрался с его жизнью и удалил из нее каждое препятствие для его немедленной готовности выполнить всякую волю Божью. Он должен быть испытан в молитвах и научен принципа праведности, ибо наделение от Духа, которое он стремится познать, означает агрессивную войну против греха и сил зла. И как может Святой Дух обличить грех проповедью праведности, если человек, которого он снаряжает как посланца Бога, не осведомлен о законе праведности? Он должен познать, что Божие отношения к греху находятся в его собственной жизни, чтобы он мог быть Божьим свидетелем против греха в других. Почему есть задержка крещения своим Духом? Если верующий просил у Бога крещения Духом и принял его верой, но длительное время нет никакого свидетельства в опыте, то он должен возобновить свою молитву к Богу об удалении всех препятствий настолько скоро, насколько это возможно, и быть на чеку в сотрудничестве с Богом, следуя данному ему свету. Неправильное представление о методе, по которому Дух будет действовать, могут помешать верующему познать очевидность ответа на его молитву. Он может ожидать переживания подобного тому, какое некоторый другой верующий пережил или иметь некоторую мысль в своем разуме, управляющую его пожеланиями или молитвами, которое ослепляет его к делу Святого Духа противоположным способом. Так дается преимущество Духом зла. Если верующий склонен к некоторому специфичному признаку, как свидетельство крещения, то духи обмана используют всякое возможное средство, чтобы дать ищущему подделку. Приток Духа Божьего в Дух верующего несет собственное свидетельство о освобождении Духа в свет, свободу и силу завершающего, свободой произносения свидетельства взаимодействия в обличении других Святым Духом, которое является абсолютной целью его прихода. Верующие, которые дисциплинируются и обучены Святым Духом, для наделения силой должны продолжать служить для Христа в самой острой верности и свету, используя полную и уже полученную меру благодати, потому что гарантия наделения силой может быть дана на пути преданного служения. Это закон Бога, состоящий в том, что его дети используют все, он дал им, пока он не даст больше. Верующий должен являть свое повинование Богу в предельной степени его настоящего знания, научаясь снимать, внимать чувству своего Духа, используя свой разум и суждение в упывании на просвещение Духа Божьего, так как он стремится познать разум Божий в его слове. Три слова предупреждения можно дать верующим в этом пункте из опыта. Не повинуйтесь внешнему или кажущемуся внутреннему голосу. Не предполагайте присутствие Бога, как внутри или вокруг. Не молитесь Богу, как внутри или вокруг в атмосфере, но как в небесах. Говорение на языках. Вопрос возникает здесь относительно того, могут ли верующие теперь говорить на неизвестных языках, как ученики во время исполнения стендухом в Пятидесятницу. Есть те, кто говорит «да», но истины, сформулированные в предшествующих главах, показывают, что до тех пор, пока духовная часть Церкви Христа не будет больше ознакомлена с поддельными методами духов зла и закономерностей, которые дают им власть работать на любое доказательство такого опыта, как истинного нельзя благополучно положиться. Предмета говорения на языках мы не будем далее касаться, так как подделки в связи с ними есть только доля бесчисленных подделок, наступающих на детей Божьих в настоящее время, множество их, которых не обсуждаемы на этих страницах. Верующий, не обманутый подделкой, говорение на языках, может быть обманут и обладаем, принимая другие подделки. Понимание обширных принципов, показывающих основные различия между методом Божьих дел и вводящих в заблуждение имитации сатаны, позволяет духовным верующим различить для себя все подделки, с которыми они встречаются сегодня. Позвольте сказать снова, пробуждение, истечение Духа Божьего через орган человеческого духа и крещение Духом есть приток Духа Божьего в дух человека, посредством чего он освобожденный от всех препятствий и перепон, которые угнетают или придавливают его и закрывают или уменьшают его способность как выхода для Святого Духа. Эти препятствия могут возвращаться через вводящие в заблуждение дела противника и верующий станет запертым в Духе снова или фактически бесполезным Богу и Его людям. Цели истин относительно сил тьмы. Есть две цели истин, которые сформулированы на предыдущих страницах. Первое. Удаление этих препятствий так, чтобы сила пробуждения, которая замкнута во многих, смогла проломиться еще раз и Церковь Христа, устремилась к зрелости и к силе, победной над силами тьмы, препятствующими ее прогрессу. Злые духи достигли своей цели, заблокировав пробуждение через невежество Божьего народа, но могут быть побеждены и отброшены от основания, из которого верующие извлекли пользу через распознавание их дел агрессивной молитвой против них. Истины о них, когда они введены в действие, не только освободят отдельных верующих, но рассеют блокаду в атмосфере, в церкви или городе или стране. Если доказано, что один злой дух может стать бессильным от молитвы, тогда все полчаса страны в их нападении на церковь могут быть побеждены, если дети Божии использовали бы оружие победы. Если весь ад был побежден Христом, то силы страны могли бы быть обращены в бегство, и Церковь Христова освободилась бы от их власти. Почему Бог разрешает нападение страны? Помеха агрессивной войне против лжи противника находится в нежелании церкви стоять перед истиной, а не в недостатке оружия для победы. Верующие довольны, потому что они невежественны о своем состоянии. Хорошее, что они имеют, ослепляет их еще к большему хорошему и большей нужде церкви. Поэтому, чтобы пробудить их от их самодовольного состояния, Бог разрешает стране просеивать его народ, ибо сатана не может пройти и одного дюйма для допущения Бога, без допущения Бога. Верующие будут научены истине о себе только опытом, поэтому Бог разрешает опыт. Церковь Христа должна созреть и подготовиться к явлению Господню. Поэтому Бог разрешает нападение противника, ибо только через огонь просеивание народа Божий убедится отправиться в сражение и к победе, которая будет вытеснять силы станы с их места в Поднебесе, расчищая путь для церкви, чтобы возносить к ее месту торжества с Господом. Неправильные представления о божественном могут быть разрушены только опытом. Многие из детей Божьих обмануты, считая, что они защищены Богом. Они выполняют условия для дел Бога без интеллектуального понимания понимания того, почему Он делает так, и они не понимают, что это также есть возможное невежественное исполнение условий для злых духов через незнание законов, управляющих и божественным, и сатанинскими делами. Сверхъестественные проявления в настоящее время навязываются вниманию Церкви Христа и крушат дела для Бога и посвященных индивидуальных верующих. Другие дети Божьи входят в середину таких проявлений в слепом доверии, что Бог будет защищать, и все же часто они не защищены, потому что не понимают условия для такой защиты. Иногда их доверие покрывает неправильное состояние самих себе, которое скрыто от их знания. То есть, первое, они имеют тайную самоуверенность, что способны рассудить о том, что они видят и слышат, что не имеют никакого основания в истинной уверенности в Боге по глубокому сознанию своего невежества. Второе, тайный дух любопытства, желание видеть то, что чудесно. Третье, тайное желание идти на такие собрания, не поискав сперва непредубежденным разумом ясного знания воли Господней, или они могут иметь четвертую, реальную цель в получении больше благословения от Бога, что раскрывает глубокую скрытую гордость или амбицию быть среди первых в Царстве Божьем. Любая из этих скрытых причин может расстроить защиту Божия, Бога, но где есть истинная чистая бесхитростность упования на Бога, чтобы сжититься от хитрости стоны, с бодрствованием молитвы и разумом готовому открыться истине, как только Бог дает ее с непредубежденной верности воли Божьей, тогда, если при том ища большего, чем личное добро, дальше дальнейшее видение мудрости Божьей может позволить верующему обнаружить по печальному опыту входящие в заблуждение дела поддельщика. Такой человек будет способен сказать «от всех их Господь избавил меня». Жертвы сатаны стали победителями. Второй и самый большой окончательный результат действия истин о вводящих в заблуждение делах сатаны и пути победы находится в соединении с запланированным Богом положением Церкви с точки зрения последних дней этого века и тысячелетнего явления Вознесенного Господа. Это тысячелетнее явление прославленного Христа означает торжество его бывших жертв над сатаной и его иерархией сил и их восхождение к престолу Христа, где в правлении с их Господом они будут судить ангелов. Это означает для павшего архангела самую глубокую чашу унижения, которую ему все же придется испить, когда искупленный человек, который был немного в то время ниже ангелов и изгнан из-за своего падения до уровня животного, поднят снова и посажен с князьями и поднят выше всякого высокого положения, которое сатана однажды занимал как великий архангел Божий, поднят до одной природы и одной жизни и положения Сыном Божиим как наследник Бога и наследник Христу, поднят с Господом Искупителем намного выше всех начальств и сил и всякого имени, которое именуется на небесах или на земле и ниже земли, поднят самому месту торжествующего Господа к месту суда противника, ибо сатану там же там ждет бездна, безграничная преисподня, озеро огненное, а его жертв разделение престола Сыном Божиим выше ангелов и архангелов Божих Сила имени Голговского победителя Это чудо, что в конце века и накануне тысячелетнего торжества церкви вся иерархия злых сил прилагает усилия погрузить будущих судей до павших полчаса не не более ли это любого чуда что Бог разрешает нападение ибо это его метод в течение веков использовать эту планету как место сражения и научение его народа Сын Божий сам должен был стать послушным до смерти даже смерти крестной чтобы ему дано было имя которое выше всякого имени то имя которое теперь говорит каждому павшему ангелу и каждому злому духу в мутном мире духов о завоевании голгофы и каждый член Христов кто будет царствовать с ним и участвовать в его суде павших ангелов должен лично научиться сначала самому не только тому чтобы ходить в победе над грехом но и попирать ногами выводок змея ада при помощи имени завоевателя они должны победить как он победил если они должны разделить его престол и завоевание он показал путь они должны следовать он прошел через час и власть мы на голгофе и прошел сквозь них к победе объединенные с ним в духе они проходят через ту же самую темную атмосферу наполненную полчищами зла к их месту торжества с внем это заключительное нападение полчесть мы на церковь ни один верующий член вознесенной главы не может избежать нападения если он истинно объединен в теле некоторые узнают это раньше других согласно их месту в теле если бы все тело было глазом то где был бы слух те кто ноги узнают это последними но знать это они будут поскольку те кто ноги должны также взойти хотя нога будет последней частью которая войдет в небо и самая близкая к земле в восходящем теле некоторые из избранных из тела да многие могут пасть жертвами вводящих в заблуждение хитрости стены но хотя они могут казаться подтопленными на время и по их собственному видению быть бесполезными для их господа если они только увидят как все обманы стены могут быть направлены к победе и снаряжение для избавления других от его власти то и могут стать снова и станут как глаза в теле Христа в победе над полчищами тьмы в воздухе полагая путь пролагая путь они могут стать снова когда они обнаружат что предпринятое стены чтобы сокрушить их может быть изменено светом истины славном освобождении от вражей силы и таким образом сделать их свидетельство не только людям но и начальством и силам на небесах о многоразличной премудрости Божией иерархи стенынской силы может надеяться на задержку их суда на время но цели Бога должны в конечном итоге прийти в дело он приведет свою церковь через воссоединение с вознесенной головой в должное время даже если час и власть тьмы теперь окружает ее окончательный призыв к войне против сил тьмы это пробуждение но абсолютное в этом пробуждении некоторое приведет к результатам победы с тиной это торжество вознесения тысячелетнее явление Христа и повержение стены его злой силы в бездну допреди Господь Иисус резюме основания первое злые духи должно быть имеют основание степень основания для одержимости не может быть определена б основание может быть углублено в не может быть перемешивания к функциям если не дано основание г они обманывают и нападают чтобы получить основание второе основание данное злым духом для доступа а каждая мысль принятая от них б неправильное представление предложенное ими о духовном в неправильная интерпретация их дел вера вера их лжи разум пассивность духа души и тела принятие подделок дух душа и тела примечание павшая природа постоянное основание нуждающиеся в постоянном разбирательстве с ней на основе римлянам шесть действие греха может также дать основание третье результаты данного основания способности притуплены оставлены несведущими четвертое как основание дается злым духом согласием то есть актом воли сознательным или подсознательным намеренно данным или полученным хитростью пятое разобраться с основанием данным злым духом а должно быть выяснено и оставлено то есть отказаться от мысли или пассивности б свет на основании полученный через молитвы в знание основания и оставление основания г должен стоять перед истиной обоснования д основание должно быть расследовано подробно для полного снятия держимости от злых духов е основание оставлено детально в пунктах в каких он обманут же основание должно до радикальной причины прослежено до радикальной причины то есть мысли и веры основание нельзя изгнать шестое как основание удаляется или оставляется а отменяя согласие данные в прошлом сознательно или несознательно то есть устойчивым отвержением б постоянно отвержение необходимо для получения свободы в основание может исчезнуть постепенно г основание должно исчезнуть несознательно держись римлянам 6 глава почему основание не исчезает когда оно оставлено 7 как достигается удаление одержимости по мере удаления основания злые духи уходят или теряют опору б верующий свободен от одержимости поскольку основание удалено то есть оставлены неправильные мысли пассивность и так далее в способности постепенно освобождаются по мере оставления основания 8 основные основания злым духом отвержена и отобрана для Бога способности отданные злым духом освободившись восстановлены для Бога 9 нужда в наблюдательности чтобы не дать новое основание будет конфликт из-за того что злые духи опять пытаются обмануть и заново войти нужно осторожное и исчерпывающее отвержение объяснение основание которое будет оставлено например мысль или вера обнаруженные как обман и оставленные основание которое допускает злых духов содержит злых духов в одержимости то есть злые духи действуют из-за пассивности которая является основанием для их работы если не удалить то это будут содержать злых духов в одержимости основание которое будет взято обратно у противника то есть способности восстановленные для использования основание данное снова например новый обман через веру одной из лжи злых духов примечание всякое сверхъестественное проявление злыми духами верующим означает что есть основание для их дел верующий борющийся за свободу должен наблюдать чтобы не дать новое основание неправильным толкованием проявлений злых духов жизнь полная противоречия потребность во внимательности против отговорок предложенных злыми духами чтобы покрыть основание или отклонить разбирательство с ними поиск радикальной причины в основании ища радикальную причину удержимости злыми духами верующий должен наблюдать чтобы обнаружить основание для доступа например как в следующих случаях верующий открылся Богу чтобы получить верующий открылся злым духом что фактически закончилось знание закончилось знание силу истину водительство жизнь огонь исцеление помощь обличение любовь все это сверхъестественной подделкой истинная цель полученный результат невежеством слабостью ложью грубыми ошибками смертью холодом немощью препятствием обвинением старением страданием если верующий принимает все перечисляя в колонке 1 от злых духов то он обязательно получит результаты названные в колонке 2 пример верующий встревожен злыми духами говорящим ему и обвиняющий его истинная причина находится в факте что он первое поскольку считал что открыт богу который сам говорит о себе по собственной инициативе сообщает человеку нечто кроме того что он просил и он открылся к слушанию того что он считал говорением бога второе или он думал что бог говорил с ним в ответ на молитву и он слушал поэтому причина говорения злых духов и их обвинений состоит в том что было дано основание в противоположности то есть предполагалось слушание бога другие примеры верующий чувствует холод реальное сверхъестественное трепетание коренная причина это прошлое принятие огня от злых духов с верой что это был огонь от бога причина одной крайности это причина другой два результата приходят от той же самой причины например причина холода или дрожь является причиной высокой температуры и так далее если верующий теперь встречает препятствия злых духов то он принял помощь от них в прошлом а принятая помощь дает им доступ чтобы препятствовать теперь если теперь верующий не принимает никакой инициативы то прекратил действовать в прошлом ожидая побуждения от злых духов а это побуждение и ожидание предоставляли им власть теперь предотвращать инициативу к действию если есть внезапное прекращение работы разума теперь выражающийся в механических словах то причина должна находиться в том что он пришел в медиумическое состояние по отношению к Богу в прошлом что вызывало привычку к прекращению действий для сверхъестественного действия краткие примечания мысли о нетерпении два пути которым враг помещает мысли в разум и причины депрессии из-за физического состояния то есть непосредственно физического неморального результата держимость демоном средства восстановления нормального состояния и отвержение одержимости демоном как причины римлянам 6.11 должно быть духовным основанием во всех случаях дневные ведения в собраниях сопротивляясь вмешательствам злых духов активным отвержением и выбирайте концентрацию внимания гарантия безопасности может быть обманом как верующий может стать уверенным только ища света от Бога постоянно во всем и определенным упованием на Него без переживаний разных опытов слабость слабость не дается злыми духами но производится ими так же как подделка собственно человеческой силы или мощи применяемой в действии ужас Бога рабский страх страх и ужас отличаются Бог вдохновляет почтение и страх как сыновское опасение но не ужас цель утвердиться верующий должен противостоять лжи истинной и говорить кромко чтобы противоставить впечатлениям своего собственного разума жажда можно сказать в общем что все жаждущие находятся либо в физической сфере то есть питье или в сфере души то есть любовь общение и так далее а не в Божьей самоосуждение каждый верующий должен различить или судить себя истинное я или личность должна пройти человеческое осуждение суждение не должно быть только целью желания или хотения сердца но действий и жизни постоянное осуждение или самоосуждение не есть самоанализ прекращение действий верующий не должен никогда останавливаться в действиях ибо Бог действует то есть прекратить использовать память ибо Бог напомнит люди прекращают действовать потому что злые духи действуют но никогда это не происходит от Бога ибо Он снабжает человека силой действовать внезапное прекращение работы разума сопровождается механическими словами вызванными вмешательством злых духов неправильно называется иногда безумием бремена ложные бремена могут быть результатом одержимости демоном и не проходить до тех пор пока они не будут рассматриваться как чисто духовные бремена они будут наоборот развиваться и расти особенно если человек гордится своими бременами доказывающими зло их источника желание содержать их как показ своей духовности также демонстрирует их характер если облегчение приходит после выполнения бремени вывод не может всегда сводиться к тому что бремя было от Бога потому что враг может давать бремена и когда повиновение отдано кажущимися бремени оно проходит идентичность злых духов с индивидуальностью верующего одно письмо говорит о христианской работнице со специфическими ощущениями непонимания ее собственной индивидуальности но чувствовавшие ее подобно как во сне бременами она бросалась в конвульсии все же оставаясь посвященной работницей для тела Христа те кто имеют ощущение отсутствия индивидуальности должны определенно утвердить свое личное существование злые духи в одержимости подвигают таких людей к постоянному говорению мы вместо я они должны отвернуть искушение к множественности в мысли и слове это ощущение потери персональной идентичности может приходить от постоянного высказывания не я но Христос пока такой верующий не найдет трудным использовать личное местоимение вообще подавление индивидуальности в мысли и языке дает место злым духам чтобы идентифицировать себя с личностью так как Бог не идентифицирует себя с верующим таким образом делая их автомашиной признаки безумия неразличимы от одержимости демоном у такой личности может быть постоянно обвинение злым духом о сумасшествии он должен отказаться от такой мысли любой ценой если есть естественное основание к этому есть и надежда на его удаление если злые духи отвергнуты в их попытках заставить человека принять их или принятием дать согласие их внушением то же самое можно сказать в отношении искушения к самоубийству исцеление по внушению что исчислено по внушению было вызвано внушением опасение в изгнании отвержение всякого опасения злых духов абсолютно необходимо для победы над ними нет причины их бояться ввиду полной победы Христа на Голгофе и его власти над всеми эмиссарами страны любое опасение от которого нельзя избавиться результат навязчивой идеи или одержимости жизнь в теле в некоторых случаях одержимости демоном душевное проявление доминирует а в других телесное одна форма выражает всякую форму потворство плоти другая предельную строгость и умеренность пищи сне и обычном телесном покое в этих случаях человек обманут считая что все находится под контролем потому что духовные проявления компенсируют чувства в другой сфере другой форме болтливость немота или лукавое молчание признак одержимости демоном с результатом периодического недостатка контроля речи вызванной пассивностью правильной человеческой речи ибо бог желает чтобы мы говорили и примеры противоположных причин в приложении демоническая одержимость среди христиан поддельное говорение бога как лживые духи подделывают говорение бога было замечено в одном дитя божьем который страдал от того что думал что у него что-то со здоровьем но то что она и ее семейство впоследствии узнали было одержимостью молясь однажды ночью о том чтобы познать волю божью должна ли она быть исцеленной мягкий и нежный голос сказал сегодня ты боишься мною в раю получив ответ так быстро на свою молитву она приняла это как голос божий и уступила себя ему когда пришло внушение чтобы выпить некоторый яд который находится под рукой под сверхъестественной силой ее суждение и совесть стали пассивными и ее застали во время принятия яда и удержали эта девушка теперь свободна приложение примечание скрытые ссылки во всех случаях относятся к предшествующим главам войны со святыми отношения ранних церков злым духом тертулиан говорит о своей апологии адресованной правителем римской империи пусть человек будет приведен перед вашим судилищем который явно одержим демоном злой дух заставленный говорить последователям христа также с готовностью сделает правдивое исповедание что он демон как и другом случае он ложно утверждал что он бог или если вы желаете то пусть будет один из обладаемых богом как предполагается если они демоны не признаются в своем опасении солгать христианину что они демоны то тогда они проливали бы кровь наиболее ревностных последователей христа вся власть и сила которую мы имеем над ними исходят от того что мы именуемся именем христа и приводим на память проклятие которое бог сказал им рукой христа их судьи и что они осуждают одного дня ожидает одного дня который настигнет их боясь христа в боге и бога в христе они послушны слугам божьим и христа так по одному приказу и дыханию разбитые мыслью и пониманием тех огней суда они убегают не желая этого и встревоженные от нашего повеления выйти из тел из тел тех в кого они впустили и перед вашими собственными глазами они преданы открытому позору иустин мученик в его второй апологии адресованная римскому сенату говорит бесчисленные бесы ходят по всему миру и в вашем городе и многие из наших христиан изгоняют их именем иисуса христа который был распят при понти пилате исцеляя и исцеляясь помогая беспомощным и выгоняя обладающих бесов из людей и они не могли бы быть исцеленными какими-либо другими изгоняющими и тех кто использует колдовство и дурманющие вещества каприан выразился с той же уверенностью сказав что они злые духи которые вдохновляют ложных пророков из язычников и возвещают предсказания всегда смешивая истину с неправдой и чтобы доказать что они говорят он добавляет однако эти лживые духи которые заклинаемы живым богом и немедленно повинуются нам покорны нам нашей власти и вынуждены выйти из тел тех которыми они обладают признаки демонической одержимости подборка из демонической одержимости доктора Невиус тот кто находится под властью демона ненамеренная жертва желающая этого душа называется как медиум главная характеристика демонологии демономании отличается от другой личности внутри внутри это ибо эти люди следуют их собственным желаниям и сохраняют свою собственную индивидуальность демоны стремятся к телу чтобы обладать им как будто это дает им некоторое облегчение и они входят в тела животных так же как и в тела людей существуют отчетливо индивидуальные особенности духов они говорят через органы речи и создают видимость личности желания страха они создают видимость знания и силы которую который не обладает субъект в германии пастор блум блум хард приводит случаи с демонами говорящих на всех европейских языках и на некоторых незнакомых языках во франции были некоторые случаи дара языков говорящих не по-немецки по-латински по-арабски говорящих по-немецки по-латински по-арабски демон в одержимости телом полностью изменяет моральный характер тех в кого он вступает заставляя их действовать полностью вопреки их нормальному поведению сдержанные и терпеливые люди будут плакать петь смеяться говорить короткие души будут бушевать обычно чисто язычные мужчины и женщины будут говорить о вещах которые не должны именоваться среди детей божих и действовать так и вести себя вопреки их нормальному достоинству и принципу за что они не ответственны пока находятся под контролем этой другой личности внутри них в основном они проявят характеры черты характера крайне отличные от тех которые свойственны им обычно существуют также нервные и мышечные симптомы специфические для демонической одержимости тела существуют также грудные вздохи которые являются особым знаком одержимости демоном и пророческие высказывания даются толчками и предложениями весьма отличными от спокойной рассудительной последовательности языка отмеченного в произнесенном апостоле слове в пятидесятницу существует левитация тела известная спиритистам когда человек говорит что он полностью не сознает обладание телом и при этом неизменно имеет место пассивный разум существует часто отличающийся голос который говорит через уста человека выражая мысли и слова неумышленно демоническая деятельность в последние времена выдержка из проявления духа сэра Роберта Андерсона евангелие существует о деятельности демонов во время служения Христа на земле и послание предупреждает нас относительно возобновления демонической деятельности последние времена перед его пришествием все священное писание богодухновенно но кажется что иногда откровение дано с особой определенностью и это специфическое предупреждение выражено словами дух ясно говорит и это относится не к любому новому развитию морали зла в мире но к новым видам в выражении церкви культом предложенным совращающими духами с высоко чувствительной духовностью и наиболее скрупулезной этикой чем само христианство рассказ евангелия утверждает что некоторые демоны были основан основой и злостными духами которые жестоко влияли на своих жертв но господь ясно указал что они были классом особленным обособленным этот вид марка 9.29 они все нечистые духи но в еврейском используется слово акатартос связанное с духовным осквернением то что это не подразумевает моральное осквернение доказано фактом что господь Иисус был обвиняем в изгнании беса хотя даже большинство его злейших врагов никогда не обвиняли его в злой морали только молитвой эти мерзкие духи могут быть изгнаны а набожные демоны признавали Христа и выходили когда его ученики повелевали им его именем психология духа подборка из первый человек внутри Джеймса Гола естественное тело имеет свои чувства и дух также имеет свои чувства существуют чувства внутри исследующие и судящие одобряющие осуждающие радующиеся и огорченные наделяющие и боящиеся особенным образом которому никакое интересное ощущение не сможет подражать существует дух внутри который мы называем самим собой и он совершенно отличается от тела в котором мы живем если наши духи которые произведены богом у нас внутри или вместе с нашими телами построены из нематериальных веществ в отдельном существовании сообразуя индивидуальные духи эти индивидуальные духи должны составляться из духовного вещества или веществ и должны обладать различными способностями наше языковое наречие указывает на то что человеческий дух это организм составленный из частей взаимосвязанных которые хотя и различные являются в общем тем же самым веществом это хорошо основанное учение священного писания что тело оживляется разумным и бессмертным духом который чувствует и действует посредством материального механизма будучи сам нематериален демоническая одержимость среди христиан случай с христианской девушкой извлечение от частных переписок известного евангелиста в Германии весной этого года 1912 служительница Божия которая была одержима пришла сюда и духи обладающие ей говорили через нее голосами крайне отличающимся от ее собственного они изрыгали через нее чрезвычайно ужасные хуления против Бога и против нашего Господа Иисуса Христа и пророчествовали о церкви мы много молились за нее и с нею когда безумие находило на нее она ужасно тряслась билась о предметы в комнате выло как собака с разатыми руками ее лицо вело ужасными гримасами и так далее но чудом было для каждого то что ее здоровье было нормальным хотя безумие находило на нее каждый день а иногда однажды или дважды или более в один день она спала хорошо и временами была очень прекрасной христианской девушкой позже эта сестра не та что не получила веру она хорошо утверждена в той же самой вере и имеет тот же самый свет какой имеем мы но мы здесь имеем дело с бесом подобным которому я никогда не встречал прежде и не читал это было это было бы также ошибкой если кто подумал что молитва и повеление не имеют никакой какой-либо пользы так как Бог в эти последние три недели сделал великие и чудесные вещи так что мы исполнены его обожанием бес все еще в ней это истина но он разгромлен могущественно так что он не может больше мучить сестру он весьма бессилен в ней и она выглядит так излучающий счастливой и небесной радости свежей и стабильной и сильной так же бес силен всей власти над ее устами так же бес лишен всей власти над ее устами вместо хуления и бреда существует только отчаянный и жалобный вой и это продолжается все время пока мы молимся позже приблизительно две недели бес был тих в течение восьми дней он не говорил ни единого слова только он вскричал дважды власть изгоняет меня единственное что он делал это выл и скрежетал зубами таким образом это продолжается теперь в течение десяти или четырнадцати дней только этот ужасный крик как будто от великого страха нет никакого богохульства ни проклятия бога нет больше утверждения что он не уйдет ужасное высвеивание хуление угрозы и все высказывания то что не уйдет что ничто не удовлетворит его все это прекратилось вместо ужасного бреда и вспыша гнева теперь отчаянный вой часто леденящий крик как будто от страха и сестра почти свободно от ее мучителя бес должно быть получил сильный удар от бога и его хуление замолчало так было прошлым вечером когда вы молились отчаянный крик начался внезапно я почувствовал еще раз импульс повелевать бесу выйти именем господа иисуса но тогда задал большое начало он дрожал выл протягивал обе руки как будто умулял о милосердии и просил нас не делать этого но ему не позволили произносить ни слова но последовала сильная реакция и рвота и это повторялось столь часто сколько я повелевал ему выйти именем господа иисуса конечно мы должны продолжать молиться все так же искренне поскольку и бог сделал такие великие дела если мы продолжаем молиться то последний удар будет нанесен бес должен уйти примечание дальнейшие подробности подробные сведения этого случая приводятся в книге усиленного человека отобрана Хаберсона Морган и Скотт Лондон теперь эта девушка полностью освобождена и способна вернуться к ее миссионерской работе теперь вполне ясно что ее умственные способности не были ослаблены и она способна была приготовить все счета и лист баланса мессии в чем она была занята незадолго до того как нападения стали проявляться в этой книге делается ударение на подтверждение бесам власти и силы данные тем кто повелевает им и другим духом выйти дух выдержимости сказал о эта власть которую они теперь познали это ужасно для ада моля о милости в другое время злые духи говорили ухожу от ваших повелений в течение трех недель я терпел невносимые муки из-за этого не говорите никому что мы были должны уступить этой власти о эти молитвы верующих они всегда молятся они больше не боятся дела злых духов в христианских собраниях предполагаемое обличение греха лживыми духами гер шерлдс известный евангелист я собирался со многими братьями и сестрами целую неделю каждый месяц для молитвы богу об излиянии больше его духа даров и силы делая так в течение некоторого времени с большой искренностью такие мощные и чудесные проявления бога и его святого духа стали происходить что мы больше не сомневались в том что бог услышал нашу молитву и его дух снисходил к нам и на наше собрание среди других был этот дух о котором мы думали что он святой дух и который использовал 15-летнюю девушку как свой инструмент через которую каждый в нашем собрании имевший какой-нибудь грех или бремя в совести был выставляем собранию никто не мог остаться в собрании с каким-то бременем в совести без того чтобы быть открытым собранию этим духом например джюльтельмен уважаемый и почтенный в окрестности приходил в собрание и все его грехи выставлялись в присутствии собрания 15-летней девушкой вслед за этим он повел меня в смежную комнату такой расстроенный и признался мне со слезами что он совершил все эти грехи которые девушка выставила он исповедовал этот и все другие грехи известные ему тогда он пришел снова в собрании но едва он вступил как тот же самый голос сказал ему ха ты все же не все исповедал ты украл 10 гульдинов и не исповедал потом он также взял в меня слово он снова взял меня в смежную комнату и сказал это истина я также сделал это этот человек никогда не видел этой 15-летней девушки в его жизни не она его от от таких слов было удивительно что дух святого страха приходит на всех в собрании и был контроль который мог только выражен быть в словах кто среди нас может жить с огнем поедающим кто среди нас будет жить в постоянном горении страх удивлял лицемеров был явный дух страха и кто мог бы сомневаться в нем когда даже сильный был избит и никто не смел оставаться в собрании если был с помехой и все же мы были должны различить этот дух который вызвал эти вещи и которого мы приняли за святого духа но который был ужасной силой тьмы я видел какое непростое чувство доверия которое не должно быть побеждено не могло быть побеждено но я вспомнил что такое было раньше у старшего брата и друга он сказал брат шелц если ты продолжаешь способствовать неверию ты можешь содержать грех против святого духа который никогда не будет прощен это были ужасные дни и часы для меня потому что я не знал имели ли мы дело с силой бога или замаскированным духом сатаны и одно только было ясно мне я и это собрание не должны позволить себе быть ведомыми этим духом когда мы не имеем ясного света и подтверждения была ли эта сила свыше или снизу вслед за этим я взял ведущих братьев и сестер верхнюю комнату дома и оповестил их о своей позиции и сказал что мы должны все плакать и молиться чтобы мы могли проверить было ли это силой света или тьмы как только мы пришли вниз голос этой силы сказал через пятнадцатилетнюю девушку как свой инструмент что за восстание в вашей среде вы будете наказаны за ваше неверие я сказал этому голосу что истина что мы не знаем с кем мы имеем дело но мы хотели быть в такой позиции и если это ангел божий или от духа божьего то мы не будем грешить против него но если это дьявол мы не будем обмануты им если ты сила божья ты будешь в согласии с тем что мы обращаемся к слову божьему испытывайте духов от бога ли они все мы встали на колени и возопили и измолились богу с такой серьезностью чтобы он показал милость оказал милость нам и показал нам некоторым способом с тем мы имели дело с кем мы имели дело тогда сила была должна показать себя по собственному согласию через личность которую он использовал как свой инструмент он сделал такие отвратительные и ужасные гримасы и возопил ужасным тоном теперь я разоблачен теперь я разоблачен второе предполагая единство для пробуждения в течение некоторого времени у меня было на сердце попробовать описать нечто о чем больно свидетельствовать и что и через что было больно пройти в связи с делами сатаны как ангела света ибо все казалось таким сложным и перепутанным с начала его нападения кажется совершаются на наиболее духовных людей тех кто полностью предали себя Богу и кто сознает духовную близость которая как они верят если нарушится то это проваливает всю цель Божью лживые духи настаивают на том чтобы был один разум и суждение и одно выражение эти души таким образом объединяются в форме так называемой ассамблеи и провозглашают псалом 88 8 страшен Бог в великом сомне святых страшен он для всех окружающих его все говоримое в ассамблее делается для решения утверждения что никакая индивидуальная душа не может познать разум Господа основываясь на притчах 1114 522 2018 часы проходят в утверждении самых крошечных деталей ежедневной жизни перед Господом лидер говорит каждое высказывание попрося всех прийти к единомыслию ответ затем делается каждым с помощью некоторого слова и священного писания занятие занятая позиция выражается в принятии предлагаемого слова Господа с сопротивлением любой иной мысли или причине или позволением разуму быть совершенно незаполненным если кто-то пытается высказать свое мнение или какое-либо осуждение то таковые исключаются из общения тот факт рассуждения расценивается как доказательство жизни по плоти дисциплина такого служения была действительно суровой они не позволяли кому-то говорить или выполнять какой-то вид работы в некоторых случаях это продолжалось в течение недели и даже месяцев влияние на разум было очень ужасным единственным путем назад которое удовлетворило бы их это заявление на собрании что было истинно раскаяние притчи 21.4 Исаия 49.3 это слова данные для исполнения а также римлянам 8.8 молитва и чтение слова все это добавляет к греху следовательно инакомыслящая душа закрывается в муках и отчаяния и исключается из всех собраний 2.4 проявление духа в пророчестве молитве и муках рождения один человек часто молится в течение часа а иногда и два часа без перерыва сообщение также часто длятся в течение двух часов и все собрания в течение восьми или девяти часов всякий уступающий сну или истощению сразу является плотским и помехой собранию мука рождения должна проявляться слезами стоном и верчением тела и у некоторых это было точно подобно истерикам и длилось часами это весьма поощрялось как средство через которое Бог трудился быть для избавления душ и те кто не приступали к таким проявлениям были осуждаемы как сохраняющие свою собственную душу и не желающие идти вперед из-за самолюбия считалось что когда все собрание было вместе под так называемым проявлением духа тогда Бог осуществил бы пробуждение я мог бы сказать здесь что все это началось с ночных молитвенных собраний для пробуждения безвременного предела парализующий страх сопротивления Богу любым недостаткам покорности и уклонения от креста нежеланием страдать только колебли душу и никто не осмеливается уступить хотя бы одной мысли вопреки разуму Христа в ассамблее третье предполагаемые проявления святого духа из недавно изданной книги в которой говорится что в ней сказаны слова самого Господа Иисуса говорящего через некоторых из его детей и записаны как от первого лица следующее краткое извлечение сделано для того чтобы показать степень медиумического контроля лживых духов что некоторые считают работой священного духа эта книга ходит среди глубоко посвященных верующих и считается некоторым равной по ценности с Библией Господь Иисус как считают сказал проявления духа в некотором виде бывают очень странными иногда он будет крутить тело так или по другому что покажется вам темным я хочу чтобы вы знали некоторые вещи по части работы духа я хочу чтобы вы видели что они не бесполезны если вы говорите на вашем собственном языке когда дух вошел в вас то это не так благословенно для вас но возможно вы думаете что лучше говорить самим как многие говорят поэтому когда дух входит и говорит нам на неизвестном языке чтобы вы узнали то что сами не говорите он часто поднимал ваши руки по всякому он двигал вашим пальцами ваши глаза открываются и закрываются теперь духом как это не было прежде сама ваша голова была потрясаема духом и вы не знали почему он делал это вы думали иногда что это для того только чтобы показать что он жил в ней и это истина но в этом есть больше и он покажет вам как он может это другими словами именно то что некоторые из этих вещей значат некоторые в проявлении очень особенно для вас вы удивлены им не считайте это странным что дух работает в вас по-всякому его действия больше чем двугранно оно многогранно оно озадачивает многие умы они видят как дух потрясает они слышат его пение они чувствуют его смех и они иногда испытываются им при помощи его различных кручений и дерганий как если бы он рвал бы их по частям иногда кажется что он подражает животным и различным звукам и делах это было всегда всякой тайной для святых его работа я говорю многогранно он ищет какую-то как-то показать им что все едины друг с другом во всем творении если он показывает нам нечто шумом некоторого дикого животного и что вы подобны ему и вы не должны презирать его метод работы ибо святой дух знает почему он делает это он делает эти звуки в животных не может ли он делать их вас свет ненормальных опытов из победителя 1910 извлечение из книги изданной в Германии пастором Энстоном Лохманом переведено с немецкого так же как и должна быть выявлена подделка выдающихся особенностей истины хотя исходство их велико так и явления которые мы находим в системе язычества в теософии в так называемом новом буддизме и спиритизме и так далее походят на некоторой степени на божественные проявления называемые даже трудом Святого Духа над Духом Человека это и откровение и пророчество говорение и воспевание на языках исцеление и творение чудес нам важно изучать этот предмет чтобы найти ответ на вопрос о том как эти явления происходят самоочевидно что они не являются проявлениями Святого Духа многочисленные и точные исследования которые сделаны в наши дни об этом предмете дают нам возрастающее понимание в этой темной сфере в человеке скрываются силы и возможности о которых до сих пор полностью не подозревалось они называются подсознательными силами и что мы называем подсознанием психическое состояние подразделяют на две группы первое таковые более высокого порядка сознательные волевые свободные второе таковые более низкого порядка несознательные механические ненамеренные об этом предмет об этом предмет доктор наум котик говорит в происхождении психологической энергии при обычных условиях в деятельности мозга подсознание едва ощутимо и по этой причине мы не имеем никакого подозревания в его существовании существуют состояния психи души однако типа лунатизма в которых подсознание выходит наружу и занимает полный контроль и вынуждает высшее сознание отойти назад в положение которое оно законно занимает действия которые свидетельствуют о деятельности подсознания независимо от сверхсознания обычно называют автоматическими какие проявления в физической сфере происходят при этом более низкие нервные центры нервные узлы или вегетативные нервы как они называются которые имеют свое главное местоположение в области внутренности желудка побуждаются к преувеличенной деятельности в то же самое время центральная область главной нервной системы мозговой системы которая в нормальном состоянии дел является средой сознательного восприятия и действия становятся парализованной существует обратный порядок в природе более низкие нервы занимают место более высоких своего рода компенсации это состояние происходит при потере более высоким органам своего естественного превосходства под давлением болезни или искусственного гипноза самовнушение и так далее и когда более низкие нервы некоторым способом возбужденные искусственно преувеличенные деятельности становятся доминирующими эти нервы тогда способны влиять то являть то чем наши обычные органы чувств не обладают они получают впечатление от сферы обычно закрытой для нас типа ясновидения предчувствия пророчеств говорения языками и так далее мегометанский предсказатель Дунри Дендруми описывает состояние транса следующим образом мои глаза закрыты и мое сердце в открытых воротах Анна Катарина Емерич я вижу свет не моими глазами но как если бы я видела его моим сердцем нервами которые в глубине живота которые фактически вокруг меня я вижу смутно глазами подобно находящимся в забвении и начинающие засыпать мое второе видение тянет меня сильно и оно более ясно чем мое естественное видение но оно не через мои глаза в состоянии лунатизма внутренне усиленные в своей деятельности чувства ощущают внешнее так же ясно и обильно как и в состоянии пробуждения и когда они узнают материальные объекты закрытыми глазами и будучи абсолютно неспособными видеть видят их точно так же взглядом это происходит как единодушно свидетельствуют все лунатики через глубину живота то есть через нервы которые находятся в этой области и из той же области нервы направляют действия двигающими органами речи и говорения языками и так далее бесчисленные случаи ложного мистицизма во все столетия существования церкви показывают те же самые характеристики что именно подсознание является всегда средством такого восприятия и функций они болезнетворны и приходят под личиной божественных проявлений чтобы вести души в заблуждение теперь же по уверениям лидеров очень существенно что это характеризуется как деятельность подсознания что мы встречаем в так называемом пятидесятическом движении мы читаем в сообщении международной пятидесятической конференции во вторник пастор предложил обсуждение главной темой была работа подсознания в проповеди и пророчестве много непонятного было в среде об отношении нашего сознания к нашему подсознанию библейское развлечение их было предпочтительнее где о них говорилось как понимание и дух когда христос поселился в нас он живет в наших сердцах и в сердце две палаты в одной живет совесть и я через совесть могу знать что христос живет во мне в другой палате моего сердца живет подсознание и там же живет христос мы смотрим на 1 кримфеном 4 14 ибо если я молюсь на незнакомом языке но мое понимание не имеет плода отметьте выражение мой дух мой подсознательный разум а также выражение мое понимание то есть когда мой дух молится на языках мой подсознательный разум молится в заявлении 2 мюнхетской пятидесятийской конференции 15 сентября 1909 года мы читаем в 1 кримфеном 1414 перевод лютера павел делает различия между пониманием и духом человека словом понимание означает сознательное а дух несознательное духовная жизнь жизнь человека в этой несознательной духовной жизни на современном языке также называемой подсознанием бог поместил дар говорения на языках и пророчества согласно этому заявлению духовная жизнь верующего сходна с подсознанием лунатика и чем более высоко развито это подсознание в индуидуме тем более высоко развито и его духовная жизнь только попробуйте найти слова подсознание в тех отрывках где священное писание говорит о духе человека в том в ком подсознание становится активным таким образом таким способом как описано выше чувствует как будто электрический поток проходящий через тело который возбуждает нервы находящиеся в глубине живота именно отсюда рот приводится в движение в говорение языками один из лидеров пятичетического движения описывая процесс так называемого крещения духом в его теле использовал единственное сравнение по которому казалось что в его теле как будто перевернутая бутылка сравнение было непостижимо для меня но этот способ выражения наиболее поразительно осветил идентичность которую я нахожу почти том же выражении используем одним мегаметанским предсказателем тивер тивер кулбек ученик млы шаха получил наставление от своего наставника о том как он мог бы добиться до экстатического состояния он говорит после того как он закрыл глаза я увидел нечто в своем внутреннем существе сходное с опущенным тумблером когда этот объект вставал вертикально чувство безграничного счастья наполняло мое существо это счастье есть другая характеристика характерная особенность этого класса случаев возбуждение более низкого уровня нервной системы происходит регулярное интенсивное чувство экстаза сначала мы находим связанное с этим обычно намеренное сокращение мыс и движение членов а затем неестественную инверсию нервной системы пастел пол снова говорит если кто-то пророчествует таким способом который я теперь еще не постиг но бог должен двигать устами пророчествующего как он прежде двигал устами ослицы валаама ослица не понимала ничего из слов которые говорила она только сказала что должна была говорить существует опасность произнесения вещей которые мы понимаем слишком просто примет примешать собственные мысли а затем произносить что кто думает это происходит без нашего размышления даже в малейшем это та причина по которой бог так учил своих пророков в подготовке их говорить то что точно предлагает им дух говорение на странных языках хорошая предварительная школа в ней каждый учится говорить как движимый уста каждый говорит не зная что говорит просто по положению рта так точно в пророчестве каждый говорит по положению уст в говорении языками и пророчестве тот же самый принцип очевидно что в этих явлениях мы имеем точную противоположность того что священные писания понимают под общением духа когда дух божий пребывает в духе человека он восстанавливает его до нормального состояния и дух приобретает полную данную ему создателем власть над силами души и через душу над телом сознательная личность сознательная личная жизнь находится снова под властью духа зависимость от бога которую человек стремится сломать в своей мании к возвеличиванию себя на трон подмешивая подмевая в себе себя в разуме надмевая себя в разуме своих эмоциях или плоти восстановлено снова дух божий может применять слова снова свое управление и силу оживления дела плоти преданы смерти духом силы и дары духа развиваются человек становится духовным полный святого духа примечание миссии Пен-Люис свет переданный Герром Лохманом открывает глаза многих озадаченных верующих и даст разумное понимание многого из того что беспокоило их и вызывало болезненное разделение среди наиболее преданных детей божих он также подтвердил утверждения которые мы сделали ранее о делах злых духов в окружении верующего хотя в то же самое время по масштабу его сознания он не знает ничего за собой перед господом ибо сатана и его эмиссары хорошо знают законы человеческих существ и работу в направлении пробуждения и возбуждения естественной жизни под обликом духовного ложное представление о преданности как уступке тела сверхъестественной силе с прекращающим действием разума есть самая высокая тонкость врага и она раскрыта также в этой книге ибо она вызывает как Герр Лохман объясняет паралич нервных систем то есть действия разума и позволяет вегетативным нервам иметь полный контроль и деятельность возбужденным злыми духами ибо святой дух живет внутри и действует через дух человека и не через какой-то другой нервный центр которое все должно быть под контролем духа мы также указывали и снова и снова что требование крови не может защитить нас от врага если каким-либо образом мы ему дают место например если мозговые нервы прекращают действовать позволяя разуму быть пустым и вегетативные нервы пробуждаются чтобы занять их место так чтобы последние возбудились и дали терпение и потоки жизни через тело то никакое требование драгоценной крови Христа не превратит эти действия в физических законов когда условия для их действия выполнены следовательно есть странный факт который озадачил многих ненормальные опыты явно вопреки духу Божьему имели место когда человек искренне повторял слова о крови кроме того пробуждение вегетативных нервов к такой неправильной деятельности в результате которой потоки жизни казалось изливались через все тело и враг шептал в тот же самый момент это божество первое притуплял разум и делали его инертным в действии второе вызывали жажду в получателе больше этой божественной в кавычках жизни третье вели к опасности служением этим другим и после всего этого следует как путь в жизни преследование этих переживаний в честной вере и доверии что это особое достижение в жизни Божьей если читая это некто обнаруживает свой собственный случай то пусть благодарит Бога за познание истины и первое просто отклонит позицией воли все ибо все это не от Бога второе согласиться доверять Богу в его слове без каких-то переживаний третье стоит на римлянам 6.11 и Яков 4.7 против врага Иоанна 6.13 через вечного духа Как бесы нападают на достигших верующих Излечение из статьи приведенной в американской газете переизданной в журнале Христианин несколько лет назад мы не знаем имя автора 1. Проявление сил демона Дела демона всегда становятся более заметны вниманию при проявлении силы Божьей Дел среди душ Когда Сын Божий явился во плоти то это вызвало деятельность и неслыханные дела демонов больше чем когда-либо прежде 2. Различные виды демонов Демонов бывает множество Великое разнообразие Они имеют различные типы и больше в разнообразии чем люди Эти демоны всегда стремятся обладать человеком согласным с ним по некоторым характеристикам Библия сообщает нам о нечистых бесах с магическим ремеслом в вещателях благосостояния безумия пьянства обжорства безделья чудотворящих диспотических теологических демонах визжащих и вопящих Существуют демоны которые воздействуют особенно на тело или на некоторый другой орган или аппетит тела Есть другие которые действуют более непосредственно на интеллект или чувства эмоции и привязанности Существуют другие, более высокого порядка, которые действуют прямо на духовную природу человека, на совесть или на духовное восприятие. Есть те, которые действуют как ангелы света и удаляют и вводят в заблуждение многих истинных христиан. Третье. Как демоны сосредотачиваются в людях? Они ищут тех, чьи состояния и характерные более благоприятны им и затем стремятся закрепиться в некоторой части тела, мозге или некотором аппетите, некоторые функции разума, рассудка, соображения или восприятия. И когда они получают доступ, то хоронят себя в этой структуре человека, чтобы идентифицировать себя с теми, кем они обладают. В очень многих случаях они не добиваются одержимости индивидуумом, но получают такую связь с некоторой частью разума, чтобы мучить человека периодическими нападениями чего-то странного и ненормального вне всякой пропорции обычному характеру и состоянию индивидуума. Четвертое. Цель демонов, ищущих место в людях. Эти демоны питают себя от человека, которому они присоединялись. Существуют указания в Священном Писании и факты из опыта, достаточные для казательства, что некоторые виды демонов живут соками человеческой крови. Пятое. Класс демонов, которые нападают на достигших христиан. Существуют религиозные демоны, не святые, но религиозные, исполненные дьявольской формой религии, которая является подделкой истинной глубокой духовности. Эти псевдо-религиозные демоны очень редко нападают на новообращенных, но они крутятся вокруг людей, которые достигли более глубоких опытов и ищут любой возможности закрепиться за совесть или духовные эмоции людей, высоких положений благодати. И особенно, если они имеют яркий и энергичный характер. Это демоны, которые производят опостошение среди многих специалистов по святости. Так они овладают душами. Душа проходит через великую борьбу и чудесно благословляется. Потоки света и эмоции движутся через существо. Все береговые линии размыты. Душа вплыла в море экстравагантного опыта. В таком стечении обстоятельств эти демоны парят вокруг души и создают странные внушения разуму чего-то странного или диковинного, или внушания вопреки здравому смыслу или приличному вкусу. Они делают свои внушения под видом Святого Духа. Они раздувают эмоции и производят странную фиктивную взволнованность, которая является просто приманкой, чтобы добраться до некоторой функции души. 6. Некоторые примеры того, как демоны захватывают наполненных духом христиан. Очень святая и используемая Богом женщина говорит, что всякое вскоре после получения крещения духом однажды ей в церкви пришел дикий ненормальный импульс бросить сборник с гимнами в проповедника и пробежать по церкви с криком. И потребовалась вся сила ее воли, чтобы удержать свою руку от броска этой книги. Но она имела здравый смысл, чтобы понять, что Святой Дух не был автором такого внушения. Если бы она уступила этому внезапному чувству, то это, вероятно, дало бы этому фанатичному демону возможность войти в ее эмоциональный характер и погубить ее дело жизни. Она тот человек, который знает могущественные проявления своего духа и понимает Бога достаточно, чтобы знать, что Он не источник дикого неприличного поведения. Другой человек рассказал, что Он испытывал желание прокатиться по полу со странными и опрокидывать стулья, стоящие вокруг. Но Он отчетливо почувствовал, что импульс так поступать содержит в себе нечто гикое и сам за себя показывает, что это вопреки мягкости и сладости Иисуса. И как только Он увидел, что это было нападение ложного духа, Он был избавлен. Но другой человек имел тот же самый импульс и не справился и упал со стоном и ревом, стуча по полу руками и ногами. И демон вошел в него, как ангел света, и заставил его думать, что его поведение от Святого Духа. И это стало его регулярной привычкой в собраниях, которые он посещал, пока не разорил всякое собрание, в котором был. Седьмое. Наиболее опасный класс демонов. Испытание этих ложных духов и их обнаружение требует большого смирения. Существуют другие демоны, которые псевдонабожные, которые подпрыгивают до далеких высот духовной жизни. Подобно орлам, вокруг вершин гор и стремятся впить со своими когтями высокую и заметную добычу. Это демоны духовной гордости, религиозных амбиций, ложных пророческих видений, напряженных и глубоких просвещений, чуждых фанатических понятий. Это демоны, которые мелькают над освещенными солнцем областями земли Ханаан и падающие редко, очень редко на любых верующих, но часто на достигших. Восьмое. Некоторый результат влияния демона. Результаты этого вида бесов многогранны и ясны хорошо сбалансированному разуму. Они заставляют людей стремиться к чему-то странному и глупому, неблагоразумному и неприличному. Это ведет их к изданию особого голоса или протяжного звука, неестественного крика или некоторого колебания тела, или же такое влияние проявляется специфическими ересями в разуме, которые существует великое разнообразие. Они производят некоторую дикость в глазах и грубость в голосе. Такие люди неизменно нарушают закон любви и сурово осуждают людей, которые не соответствуют им. Как правило, такие люди измождают свою плоть, ибо демоническая держимость очень изнашивает жизненные силы и оказывает ужасное влияние на сердечную и нервную систему. Истинные дела Божьи и подделки сатаны Всяком знании и всяком развлечении, так чтобы вы могли испытывать обличающие вещи и были чисты и непреткновенные. Филиппийцам 1.9.10 Сравните подделку. Истина – подделка. 1. Крещение или полната Духа, вхождение Духа Божьего происходит в человеческий Дух, который освобождает Дух от Души, чтобы стать пригодным органом или каналом для стечения Духа через верующего, проявленное в свидетельстве о Христе и в агрессивном служении в молитве против сил тьмы. 2. Это истинное крещение в тело Христа и единство со всеми членами тела – особый знак и результат в силе свидетельства о Христе и в обличении греха других и их обращении к Богу. 3. Высочайшее проявление полноты Духа существует с использованием способностей и самообладанием. Есть всего лишь одно – принятие Святого Духа со многими последующими опытами, достижениями или новыми кризисами, основанных на новых действиях веры или осознания истины. 4. Различные верующие имеют разные степени того же самого наполнения Духом согласно их индивидуальному состоянию. 5. Деление силой для служения часто является определенным опытом в жизнях многих. 6. Поддельные дела злых духов могут сопровождать истинное принятие полноты Святого Духа, если верующий позволяет своему разуму пустовать и своему телу уступить пассивно сверхъестественной силе. 7. Пустой разум и пассивное тело противоречат условию их использования, требуя Святым Духом и являются первичным ословием, необходимым для действия злых духов, и поэтому являются аномалией в ответе на закон веры Святым Духом и наполнения Духом человека. 8. Но в то же самое время злые сверхъестественные силы отвечают на закон пассивности в разуме и теле. Тогда они могут производить в чувствах проявления, которые кажутся результатом вхождения Святого Духа в Дух человека. 9. Результаты поддельных проявлений различны и широки в своих разветвлениях, согласно индивидуальному состоянию человека. 10. Абстрактный результат больше проявления с небольшим реальным плодом, одержимость злыми духами в разуме и теле в различных степенях дух отделения от других вместо единства. 10. Присутствие Бога познается внутри человеческим духом через Святой Дух. Когда Он наполняет атмосферу комнаты, именно Дух человека осознает это, и они его чувства. 11. Способности присутствующих при этом бодры и ясны. Сохраняют свободу действия. Дух нежен. Близок Господь сокрушенным и смиренных духом спасает. И воля склонена к воле Божией. 12. Все действия человека движимы истинным и чистым присутствием Бога в соответствии с очищающим идеалом гармонии и благодати. 13. Негативный. Подделка присутствия Бога главным образом чувствуется телом и физическими чувствами и создается как огонь, трепет и т.д. 14. Подделка присутствия в атмосфере ощущается чувствами тела как дыхание, ветер, пока разум пассивен или бездействует. 14. Человек, на которого воздействует это поддельное присутствие, может быть перемещаем почти автоматически, действуя так, как он не поступал бы в своей собственной воле и всеми своими способностями при обычном действии. 15. Он может даже не понимать того, что он сделал, когда двигался под властью этого присутствия, так же как лунатик не знает ничего о своих действиях, когда он в этом состоянии. 15. Бездействие разума может часто быть замечено по отсутствующему взгляду в глазах. 15. Третье. Позитивное. Бог внутри и с человеком в духе. Иоанна 14.23. 16. Отец в небесах понимается как реальный отец. Сын как реальный спаситель. Святой Дух как реальная личность, проявляющаяся как одно в духе верующего. Святым Духом с результатом, как в Римлянах 8.9.11. 17. Негативное. Подделка злых духов иногда состоит в том, что они выдают себя за каждую личность Троицы и могут таким образом получить доступ и проявляться внутри или вокруг человека в чувствах, когда реальное ощущение Духа может и не иметь места. 18. Четвертое. Христос проявляется верующим Своим Духом так, чтобы Он был познан как живая личность на престоле, на небесах, и верующий соединен в Духе с Ним тоже в небесах так, что в итоге жизнь Христа и Его природа передаются Ему, формируя и созидая в Нем новое творение. 18. Верующий возрастает в Него во всем. Уверенность и общение с прославленным Христом ведет верующего жить вне себя и таким образом иметь более широкое видение, тем более ясное общение со всеми святыми. 19. Четвертое негативное. Христос, кажется, проявляется внутри как личность, которому молится душа или с тем, с кем она имеет общение. Все же нет никакого реального свидетельства выражения Божественной природы или истинного роста в жизни Христовой с углубленным общением со Христом в небесах. 20. Наоборот, Христос в небесах кажется далеким. Подделка центрируется и имеет завершение в переживании, которое держит личность, обращенную вовнутрь или эгоистичность духовно. 21. Пятое. Положительно. Сознание Бога чувствуется в духе, а не физическими чувствами. 22. Негативное. Сознание Бога в телесных ощущениях, которые кормят плоть и пересиливают истинное ощущение духа. 23. Шестое. Святость Бога, когда осознается верующим, то производит поклонение и Божий страх с ненавистью ко греху. 24. На основании крови Голгофы Бог приближается к людям, ищая их любви, но Его присутствие не терроризирует, не устрашает. 25. Подделка злых духов в том, чтобы дать ужас Божий, который ведет людей далеко от Него, или вынуждает их к действиям рабского опасения, без использования разума и воли в радостном и добровольном повиновении Ему. 27. Преданность Богу, Духа, Души и Тела является простым доверием, или представлением Ему, всего человека, чтобы выполнить Его волю и служить Ему. 28. Бог просит полного сотрудничества человека в разумном использовании всех Его способностей. 29. Пассивная уступка Духа, Души и Тела, сверхъестественной силе, чтобы быть движимым автоматически в пассивном слепом повиновении, без использования воли или разума. 30. Желание злых духов контролировать человека в его пассивном повиновении им. 30. Приобщение к страданиям Христа есть результат преданного свидетельства для Него, и в таком страдании радость Духа проникает глубже в Дух. 31. Плод истинного соответствия смерти Христа в приобщении Его страданиям видны в жизни других по росту в кротости Духа и сходству со Христом в характере. 32. Восьмое негативное. Страдание, вызванное злыми духами, характеризует жестокой остротой и бесплодием. 33. В результате жертва становится ожесточенной, вместо того, чтобы быть смиренной. 34. Демоны могут причинить мучительное страдание в духе, душе и теле. 35. Одержимость, проявляемая в неправильном страдании, может быть плодом несознательного принятия страданий, вызванных злыми духами, часто под именем воли Божьей. 35. Девятое. Доверие Богу. 36. Истинная вера, данная Богом, в духе имеет источник в нем, с расчетом на то, что он сам выполнит свое написанное слово. 37. Сосуществует с полным использованием каждой функции в разумном действии. 38. Вера – плод духа, а не может быть вынужденной. 39. Негативное. Доверие злым духам происходит через доверие вслепую некоторым сверхъестественным словам или откровениям, которые кажутся пришедшими от Бога, которые производят принудительную веру или веру вне истинной меры веры верующих. 40. С результатом в действиях, которые ведут на пути испытания, никогда не запланированного Богом. 40. Десятое. Уверенность в Боге. Позиция воли доверия в зависимости от Бога, принимая его по его слову, и зависимость от его характера верности. 41. Негативное. Упование на злых духов означает пассивную склонность после сверхъестественного верности. 41. Общение с Богом. Общение в духе со Христом в славе, как один дух с ним. 42. Сознание этого находится только в духе, а не в чувственных ощущениях. 43. Негативное. Общение со злыми духами может происходить при обращении вовнутрь, к наслаждению чувством общения, в изящные чувства, которые поглощают и передают душу неспособности к обязанностям жизни. 44. Плоть питается от этого подлинного, поддельного духовного общения настолько действительно, как некими вульгарными способами. 45. Ожидание Бога. Дух в спокойном сотрудничестве со Святым Духом, ожидая Божьего времени для действия и ожидания Его для выполнения Его обещания. 46. Истинное ожидание Бога может соответствовать, сосуществовать самой острой деятельностью разума и служением. 46. Негативное. Ожидание пришествия Духа в кавычках в часы молитвы, которая приводит ожидающих в пассивность, которая наконец достигает точки состояния сеанса, 47. Сопровождаемого притоком ложивых духов в проявлениях. 47. Молитва Богу. 48. Доступ во Святой и Святых посредством крови. 49. Проникновение в Духе через нижние небеса к престолу благодати. 50. Истинная молитва не направлена к Богу, как будто Он внутри верующего, но Отцу в небесах от имени Сына Святым Духом. 51. Негативное. Молитва к злым духам, как молитва Богу, находящемуся в атмосфере или внутри, или, возможно, образом Духа в разуме, вместо доступа к престолу благодати, согласно Евреям 10.19. 51. Просьба к Богу. 52. Акт желания в простой вере перед Богом в небесах на основании Его написанного Слова. 53. Ответы на молитву. От Бога обычно не такие сенсационные и так скромны, что просящий часто не сознает ответ. 53. Негативное. 54. Прошение злых духов к говорениям некоему сверхъестественному присутствию внутри или вокруг человека. 55. Ответы, в общем, драматические, сенсационные, вызывающие сверхблагоговейные в человеке и заставляющие его чувствовать, что он превосходный получатель покровительства свыше. 55. Это означает, что бесы берут его под контроль. 55. Говорение Бога через свое слово, своим духом в духе и совести человека, просвещая разум, чтобы понять волю Господню. 56. Негативное. 56. Говорение злых духов напыщено, обвиняющее, осуждающее или смущающее человека так, чтобы он был изумлен или отвлечен от использования своего рассудка или рассуждения. 56. Разговор обвиняющего духа проходит на размышление или говорение собой, когда слова не произносятся внятно. 56. Голос Божий. 57. Слышим и познаем в духе человека, где обитает дух Божий. 57. Бог также говорит через совесть и через написанное слово, никогда не смущая или не притупляя способности человека или не озадачивая его, чтобы препятствовать четкости суждения и разума. 58. Истинный голос Божий не требует нерассудительного повиновения голосу и независим от свободной воли человека. 58. Поддельный голос Божий обычно громок и приходит снаружи человека. 59. Он может приходить изнутри, когда человек глубоко обладаем. 60. Он часто повелителен и настойчив, убеждая к импульсивному действию. 61. Запутывает и настоятелен или тонок в внушении. 61. Создается опасение через настойчивое требование, делая человека рабом сверхъестественной силой. 62. Может также отличаться от голоса Бога, иногда по тривиальной цели и бесплодным результатам, когда ему повинуется. 63. Божественное руководство через дух и разум, то есть влечение в духе, просвещая разум. 63. Дух и разум, приведенные в единое согласие, в гармонии с принципами Слова Божьего. 64. Негативное. Сатанинское водительство происходит сверхъестественным голосом, введением тягой или пассивности разума и рассудка. 64. И проходит в сфере ощущений, как подделка истинного в духе. 65. Божественное водительство находится в духе, требует сотрудничества человека и каждой его способности, разума и духовного интеллекта в правильном чтении движений духа. 66. Воля всегда свободна выбирать и действовать. Истинное движение духа никогда не находится вне согласия с принципами Слова Божия. 68. Сатанинские подвижки и импульсы требуют пассивного предоставления разума и тела. Они принудительны по сути и выражаются в разном принуждении и заставлении от сверхъестественной сферы, что указывает на работу лживых духов. 69. Божественное видение. Когда дается то, первое, его не ищут. 69. С определенной целью. 70. Никогда не подводит. 71. Сосуществует с активным использованием разума и способностей. 71. Сатанинские видения. 71. Требует пассивного состояния. 72. Нарушает умственное действие. 73. Часто сопротиворечит истине. 74. Бесплодны в результате. 75. Уничтожают все упование веры на Бога. 76. Повиновение Богу. Акт намеренной воли с выбором выполнять волю Божью, когда она становится известна верующему. 76. Полная проверка источника поведения, предшествующая разумному решению повиноваться, 76. Сопровождает истинное повиновение, негативное. 77. Подделка повиновения – это пассивное, автоматическое, слепое предоставление себя сверхъестественной силе или голосу без разумного осознавания результатов или последствий. 78. Человек боится подвергнуть сомнению или исследовать источник повеления. 81. Бог дает силу Святым Духам в духе человека. 81. Укрепляя его в духе, чтобы снабдить силой его разум и каждую функцию его существа к их полнейшему использованию и предоставлению возможности ему вынести и выполнить то, что он не мог бы перенести или выполнить без Бога. 82. Негативное. 82. Злые духи дают силу сверхъестественной энергии, часто судорожно и сомнительно, в зависимости от того, находится ли человек в пассивном духе, душе и теле. 83. Эта сила, когда прекращается, оставляет человека унылым и истощенным, результат чего в основном приписывается естественным причинам. 82. Влияние Божие означает, что верующий влечет других к Богу, а не к себе. 83. Истинное божественное влияние не манипулирует другими автоматически, но ограждает их от себя, чтобы обратиться к Богу. 82. Негативное. 83. Влияние злых духов означает контроль или власть над другими, которые принуждаются действовать без своей воли или рассудка. 83. Эта власть может применяться несознательно людьми, которых демоны могут использовать таким образом. 83. Бог, дающий впечатление. 84. Это означает нежное движение в духе, которое оставляет человека свободным к действию его собственной воли и заставляет его действовать. 84. Впечатления от Бога проявляются внутри святыни духа и не от власти вне, как, например, в прикосновении к телу или внешней принуждающей силы. 85. Негативное. 86. Впечатление от злых духов приходит снаружи на личность и требует некоторых условий для принятия впечатления, то есть сидеть тихо и ожидать и так далее. 86. Эти состояния могут также быть выполнены подсознательно культивированием пассивности всего существа. 86. Божественная жизнь от Бога познается не сознанием, но по результатам возможности верующего. 87. Переносить и страдать, что он не мог бы вынести по-человечески, когда страдает. 87. Очень редко встречается чувство силы или жизни, потому что сознание божественной жизни уводило бы человека от пути веры к упованию на свой опыт. 87. Негативное. 87. Жизнь, в кавычках, выражается в трепете и тому подобное, даваемое злыми духами, познается по пребыванию в чувствах с принятыми ощущениями более чем в истинной силе. 88. Когда это проходит, человек притуплен или ослаблен и может войти в духовную тьму через тьмы ощущений. 89. Например, он говорит, что он подобен камню. 89. Божественная любовь входит в сердце Святым Духом и сосуществует с острым и преданным разбором с грехом. 89. С острой ненавистью ко греху, сатане и всему, что противоречит праведности, любовь Божия не притупляет, но снабжает силой каждую функцию и действию, которая была предназначена в творении. 90. Нет никакой жажды в ней, и при этом она не ослабляется к тем, кому направлена. 25. Подделка любви Божией покрывает грех, вступает в компромисс с ним, притупляет к остроконечной праведности и делает неспособным человека к истинной ненависти к вещам, которые Бог ненавидит. 26. Ибо функция, которая любит, та же, что и ненавидит. Подделка любви, либо человеческой или божественной, данная злыми духами, охватывает чувство господством над ее объектом и болезненной жаждой к ее объекту. 26. Огонь от Бога – это ощущение через страдания или рвение в духе, которое раскаляет до бела интенсивность выполнения Божьей воли и дела, которые никакие испытания или оппозиции не могут подавить. Огонь от Бога является духовным, а не буквальным, и поэтому сходит на дух, а не на тело. 26. Огонь, вызванный злыми духами, в основном как жар в теле, который верующий считает проявлением Бога в обладании телом, но последствии кончается тьмой, слепотой и слабостью безразумной причины или дальше продолжает обманывать верующего, уводя в поддельные переживания. 27. Тексты от Бога даются через орган духа к разуму, когда дух первое – спокоен, второе – не напряжен, третье – в свободе, четвертое – открыты к духу Божьему. 28. Они не смущают и когда имеют место, то сообразны проведению и всегда находятся в соответствии с острым использованием способностей. 29. Рассудительное знание широких принципов Священного Писания необходимо для истинного толкования текстов, которые возникают в духе, чтобы они не использовались неправильно через человеческое представление о Божественном. 30. Например, разум должен принять буквально то, что Бог считает духовным. 31. Негативное. Тексты от злых духов всплывают в разуме, имеют сильный натиск, приходят извне, иногда в слух или в умственной сфере. 31. Они поднимают настроение или сокрушают, осуждают или делают надменным мутные или оборачивающиеся в бесплодные, ведут тех, кто повинуется им к напрасным действиям или бедствию в обстоятельствах. 32. Злые духи дают ложный опыт и затем тексты, чтобы подвергнуть его, не принимая во внимание, что истинный опыт подтверждается истиной, утвержденной написанного слова. 33. Злые духи используют все неправильное представление истины. 28. Грех отпадшей природы приходит изнутри, исполняет его волю или принуждает волю своим давлением. 29. Человек знает, что побуждение грешить есть грех и все же уступает этому. 29. Путь Божий для разбора с павшей природой и ее дел, если верующий стоит на основании креста и полагается на законченную работу Христа на Голгофе, как на оружие победы. 30. Святой дух несет свидетельство о кресте в освобождении от греха, когда он исходит от лукавой природы. 31. Негативное. Грех, вызванный злыми духами, кроме искушения, находится также внутри, но внедрен в дух разум и тело вопреки желаниям человека и должен быть отличен от греха собственного. 31. Например, богохульные мысли и необъяснимые чувства. 31. Если с грехом, навязанным демонами, разбираются так, как с тем, что от лукавой природы, то хотя человек стоит на Римлянам 6.6.11 и отказывается от него, но никакого избавления не наступит. 32. Но когда он признан как работа бесов и встречает сопротивление на основании Креста, то свобода быстро обретается. 29. Испытание себя в свете Божьем – это суждение своих собственных действий своим духовным человеком, что не производит отчаяния, разочарования, бедственного чувства и т.д., но ведет к быстрому принятию решений и действию радостной веры и дели соработничества с Духом, 30. В избавлении от всего, что не переносит приговора в свете Божьем. 31. Негативное самоанализ, используемый злыми духами для того, чтобы бросить верующего в самообвинение и отчаяние. Это ведет человека внутрь и вниз к сокрушенному бессилию и безверию. 32. Бог никогда не сокрушает своих детей. Он обвиняет только для того, чтобы показать лекарства. 33. Злые духи стремятся повернуть души к эгоцентричному самопоглощению, и Бог ведет их к жизни и заботе о других. 33. Обличение греха приходит от Слова Божьего или прямого действия Святого Духа в совести во время тихой молитвы или чтения. 34. Оно никогда не является неопределенным или запутанным и не исключает самого человека решать повиноваться Слову или идти к Богу для очищения в крови Христа или нет. 35. Истинное обличение есть также углубляющийся опыт по мере того, как Свет Божий сияет в совесть и жизнь. 36. Негативное. Обвинения злых духов являются подделкой обличения, приходят извне, в слух или в разум, в ворчащем, постоянном и помутняющем типе говорения, часто без определенной цели или определенной причины. 37. Никакие исповедь или шаги повиновения не воздействуют на эти обвинения, и они приходят снова и снова по тем же самым пунктам. 38. Многие живут под бесконечным облаком от нападений обвиняющих духов. Они находятся под тенью тех, кто всегда неправ. 39. Исповедание греха Богу или человеку должно быть преднамеренным актом воли в повиновении Слову Божьему и совести. 40. Это должно сопровождаться искренним раскаянием и удалением исповеданного греха и иметь свидетельство духов совести, что грех удален силою крови Христовой. 41. Негативное. Принудительное исповедание от силы злых духов, взаимодействующие на разум в обвинении или от раскаяния, или в тихом обвиняющих голосах. 42. Человек иногда склонен признать грехи, которые не имеют никакого фактического существования. 41. Примечание. Без исключения проявления Святого Духа видно по первое, по духу любви, подобного Христову. 42. Здравости духовного видения. 43. Остроте видения. 44. Глубокого смирения сердца и кротости духа и храбрости льва против греха и стоны. 45. Ясности умственных функций с трезвым разумом. 41. 1 Тимофея 1.7. Не будьте глупыми, но познавайте, что есть воля Господня. 41. Примечание. Говоря, в общем, часто наличие чувственных проявлений подтверждает, что это от лживых духов, что можно обнаружить по духу, сопровождающим эти проявления, например, осуждающий, приговаривающий дух и судящий дух. 42. 2. Духовное видение притуплено. Невозможно усмотреть признаки Божьей работы в других отношениях. 43. Отсутствие истинной силы духа в первое – обличении греха, второе – избавление душ или третье – спасение душ. 44. Или же дух подслащен своей слабости притупленным разумом и не способен действовать ясно. 44. Конец книги 45. Отсутствие истинной силы. Продолжение следует...